привет зритель сегодня внезапно 22 июня 2023 года это еще более внезапно 8 лет с момента как я решила вести свой youtube канал точнее он у меня давно уже был этот аккаунт на youtube я его использовала как архив ну скинуть какое-то видео потом достать из него ссылочку скинуть эту ссылочку в свой текстовый блог на тифоретники и вот 8 лет назад из текстового блогера на тифоретники я решила реинкарнировать видео блогера на youtube были попытки конечно выкладывать видео разных местах но слушай зритель так жарко ё-моё лето все-таки хоть там и дождь и там шумные люди были я специально закрыла прикрою на щелочку потому что я закрыла оба окна у меня всего лишь два окна так вот оно спонтанно я хотела сначала с какой-нибудь ролик просто выложите написать запись в сообществе типа привет зрители сегодня 8 лет каналу ну как в видеоблогу а потом подумала что может записать видео но у меня была гора укропа и надо было уже куда-то этот укропу кокошить а после мне пришла мысль а я решила что есть где-то треть зрителей моего канала которые любят бунбанк это конечно не бунбанк это всего лишь чаепитие я решила что раз уж у меня заварен дух чая люань гуапянь тыквенные семечки вот практически третья заварка полностью заварка в этой чашке то почему бы не попить с камеры этого чая не сказать спасибо тебе зритель за то что ты продолжаешь меня смотреть все эти восемь лет особенно те зрители которые вот 2015 года случайно меня увидели смотрят спасибо тем кто подписывался на меня с 16 года и до сих пор подписывается потому что в 16 году внезапно у меня с 400 подписчиков стало так резко в мае где-то 2000 обалдеть потом был какое-то время застой я знаю что меня на одном форме усиленно обсуждали я так боялась как что меня не будут смотреть адекватные нормальные люди а только те кто обсуждает и когда закончилось внезапно это осуждение спасибо тем кто перестал меня обсуждать на этом форме и на еще каком-то там ну короче перестал не мыть кости и какой-то негатив на меня писать и вообще вот ну то чего нет я не знаю ребята как вы читаете вообще каким местом вы это делаете те кто вот обсуждает других людей в том числе меня потому что в какой-то момент у меня так вот такая стабильность стала на канале ни туда ни сюда в какой-то период жизни от меня отписалась человек 200 и хейтила меня за то что я перестала общаться с кем-то там не по своей инициативе и был момент в один момент что на меня снова стали подписываться новые подписчики новые зрители шли комментарии от совершенно адекватных людей при этом тема на том форуме и на другом тоже отдала богом душу практически там тишина была я поняла что мой канал действительно интересен нормальным адекватным людям вообще просто людям не будем дискриминировать тех кто не считает допустим себя нормально ну и бывает такое что то что я делаю действительно интересно людям а у меня разносторонний канал как вы знаете я иногда пишу асмр если хотите почаще можете меня поддерживать финансово это будет меня подталкивать она немножко окупит то что я потратила на планшет с которого сейчас управляют на эту камеру хотя на аксессуары для камеры потому что большинство спасибо тем кто донатил на эту камеру я постараюсь летом доделать этот обзор этой камеры и выложить на канал так же как смонтировать обзор планшета с которого управляют я за период введения youtube канала писала отзывы на рекоменде но я туда по моему зарегалась еще раньше чем канал стала видеоблог вести потому что да рекоменде еще писала где-то в других местах текстовые отзывы я снова возобновила эти отзывы и вот на планшетик я потом еще выложу и напишу текстовый отзыв на арике хочу спасибо сказать тем зрителям которые меня поддерживали в той или иной мере вот спасибо вам финансово всякими посылочками подарочками внезапными я помню у меня был период что я повелась на такую тему поменяшки немножко обожглась на этих поменяшках не очень понимала смысла этих поменяшек посылками обмен ну обычно отдаешь что-то хорошее а тебе иногда бывало так что перебожу что нам не гоже и насколько мне известно те блогеры которые со мной устраивали эти поменяшки либо перестали вести каналы либо ну как-то это все при этом поголовно перестали со мной общаться даже не знаю как бы не вдаваясь подробностям ну хозяин барин на самом деле я готовила текст я хотела его записать но отвлеклась на укроп опять же и меня даже укропина который везде этот укроп практически плавает в чашке как она там оказалась еще не знаю когда я провожу стримы я постараюсь их возобновить когда ну последний раз у меня просто не взлетел хотя был нормальный интернет что-то там с ютубом не сошлось не знаю так как у меня мобильный интернет к сожалению или к счастью не знаю у нас в городе вот именно в моем районе или мобильный интернет или или мобильный интернет потому что со всеми другими провайдерами которые возможны были бы тут я обожглась и поняла что мобильный интернет скоростнее я когда нибудь возобновлю стримы был период когда на эти стримы приходила куча мала был период когда полтора человека был период что я помню снимала видео на цепись потому что думала что я должна и в какой-то так же как и стримы проводила в какой-то момент я поняла что это кайфовое и вспомнила что мне очень я даже не знаю где-то ну какие-то фото обработки нервы у меня еще где-то есть так вот начинала с кассио фотика и закончила диджайс на пакеты я даже как-нибудь запишу обзор всех камер которые у меня есть остались а на которые писала иногда их при них вспоминаю и пользую их если кто-то думает что вот теперь у лёли есть эта камера со следящим режимом но сейчас я его отключила специально потому что и зрители которых напрягает что камера вот ходит туда-сюда головой как будто бы живой человек ее таскает на sony камеру я больше уже не буду писать не переживайте буду я даже планирую в этот раз в свой вес для деревню потому что на ней есть приближение которое мне очень бы помогло моим походы когда я снимала сети и свои деревенские влоги где вот надо было бы приблизить супер очень а вот это немножко не рассчитано такое приближение хоть на мониторе при монтаже и было это все видно такой что я хочу сказать спасибо тем вам всем кто меня до сих пор смотрит если вы смотрите и почему-то не подписались а смотрите не первый день подпишитесь это будет круто потому что всегда радует когда допустим 6999 переходит в 7000 сейчас у меня по моему вас 7200 чем-то 7208 как-то так и когда отписывается пара-тройка человек от цифра хочется чтобы было несколько на это чуть-чуть это огорчает все-таки но по большей части я конечно бы сказала что это пофиг но иногда вот все-таки хочется чтобы в аналитике было не 45 процентов не подписанных смотрит и 55 подписанных а где-нибудь 80 процентов подписанных смотрит и смотрящих и 20 процентов тех кто вот мимо шел там зацепила как-то был период что я удаляла комментарии негатив щеки все этот мат перемат так далее мне был список запрещенных слов дважды я банила людей разбанивала и два года назад с лишним уже разбанила всех потому что поняла что в принципе во первых тех кто тебя хейтит и они создают аккаунты и каунты и каунты и каунты и каунты киска дырка там какая-нибудь их не остановите не будут еще дальше создавать эти аккаунты с другой стороны но пришел человек выплеснул свое нутро ему полегчало пусть даже это нутро негативное какой-то движ на канале а то иногда выкладываешь видео которое вроде как тот кто-то просил давно все ждут и тишина и так обидно чтоб ты старался монтировал выкладывал ждал хоть один камень там ничего нету а иногда выкладываешь и думаешь что это ну максимум полтора человека просмотрит а там туева куча карантов чё еще-то тебе сказать зритель хочу сказать вот что когда стримы провожу я всегда узнаю что-то новое иногда я узнаю что-то новое в каментах но чаще всего когда общаюсь с вами как бы практически онлайн фэйс ту фэйс почти фэйс ту фэйс да и вы что-то пишете я о чем вот каждый стиль новый стрим каждый новый стрим каждый раз что-то новое узнаю это прикольно с кем-то я общаюсь общалась либо общаюсь до сих пор с некоторыми зрителями в личных сообщениях там в телеграм или инстаграм или вконтакте где-то так вот и мне нравится это был конечно период что думала что блогер должен ну можно дружить со зрителями но так общаешься близко и человек вдруг отваливается хорошо если отвалился молча на а если отвалился и еще тебя там это прибанил и обложил всем подряд уже неприятно а потом я как-то забивала на это и есть люди которые до сих пор со мной общаются меня поддерживают греша который помогает мне сведением канала модер чатика стримов который репостит мои видео группу вконтакте очень большое тебе спасибо очень выручаешь узнаете человек совершенно альтруистический это же за спасибо по собственному желанию это очень мне нравится так вот то хочется сказать побольше бы таких зрителей на другой стороны один модер чатика и один перетаскиватель не если кто-то хочет тоже заняться репостами моих видео вконтакте страница посвященная нашим переводом манги с нигитосом и видео этому каналу то дайте знать комменты ну а так один модер чатика мне кажется это хватает учитывая что последние стримы у меня не особо много вас и бывает в этих чатиках особо мудрить то нечего потом спасибо ютубу за то что там теперь есть функции можно сделать чат только для подписчиков с определенным сроком подписки например мне конечно жалко что я в этот месяц не смогла вывести свои 104 доллара заработанная честно за год благодаря вашему просмотру рекламы некоторым людям которые поддерживали меня на спонсорской подписки youtube и тем кто по-моему там один человек был екатерина не помню фамилию прости пожалуйста не знаю если еще смотришь платные каменты оставляла эти супер спасибо вот благодаря вам эти 104 доллара за год накопились одно вывести не смогла ибо те банки которых я могла бы сейчас открыть вклад на принятие долларов со цен находится в близи в самый самый ближний либо питер либо москва от меня вот до москвы от меня 200 километров и от меня до питера 500 и как бы ну совсем мне кажется вот до питера я проеду потрачу больше чем я в итоге выведу с этого ценз но и нам до москвы чуть примерно ту же сумму поэтому как бы они будут лежать до лучших времен ну что сделаешь я конечно них рассчитывала думала там что-то купить и для себя чтобы сделать это до канала но и да в какой-то момент я поняла что вообще как бы контент конечно мне писали каменты что лишь бы чё-то выложить но есть такая тема что лишь бы чё-то выложить тебя прям а можно это выложить красиво я поняла что из любого вот что-то я делаю для себя вот тут же рисунок я давно не рисовала я понимаю я обещала на порисовать там хрен знает когда на камеру деревня мне не выходит здесь меня так получалось то каждый день определенные люди меня доставали я не против помочь когда меня просят но когда это вот уже вот ну все рамки переходят так вот я поняла что если мне нравится порисовать я могу что-то порисовать и почему бы не включить камеру я прониклась этим мунбангом можно поесть конечно это дольше будет чем я просто поем без камеры или что-то такое те же вот пупырки полопать а не нравится их лопать и же можно полупать на камеру и кому-то от этого вот приятно и мне нравится работать с видео монтажом может быть он у меня конечно до сих пор не супер совершенный но как бы все с чего-то начинают но кажется все таки что все стало лучше четвертая кстати тут заварка уж не знаю что выйдет чтобы было видно как она льется мой благородный тремор ничего не заменит в смысле иногда он все-таки еще есть но сейчас у нас статичная камера стабильно стоит одна заварка но на принципе ничего такая так вот сегодня 8 лет тому как я выложила свой первый видео обзор посвященный фраше заказу помню его писала с первого захода и сразу выложила там он по-моему этот формат такой то ли 480 пикселей то ли 360 я даже не помню самое интересное что у меня на тот момент был фотик кассе уже другой я в какой-то момент друг увидела на нем ну вот года ты так пользуешься вещью на ней ярким планом так написано функция видео на youtube где там 12 или 15 минут я только спустя года три так где-то обнаружила это потом у меня была соня фотокамера потом случилось что не видеокамера потом пара экшен так вот восемнадцатый прошлый год и вот это ну ты наверное ждешь что там надо говорить на день рождения канала там что я что-то сделаю я что-то делаю я постараюсь смонтировать видео которое деревне записывала под прошлым позапрошлом позапрошлом году поза позапрошлом какие-то еще у меня там у меня наверное гигов на 100 лежит если все флешки соединить видеоматериала постараюсь это смонтировать благодаря планшету на которой я сейчас пишу на надо это как вот поэтому вижу вот на него я пишу я нашла программу вот которая файлы читает правда не 4k к сожалению но в 4k редко пишу именно с этой камере она читает отлично это приложение для монтажа боту файлы sony она не читает . мтс но другое приложение хорошо читает эти файлы sony маловый к сожалению вот как-то я пока в нем еще не разобралась именно для винды она удобная но она очень глючная либо надо мощный ноутбук с виндой у меня к сожалению ни того ни другого у меня есть вот это счастье а есть другие программы которые очень хорошо работают на андроиде и вот на вот этом хонор под 8 та прога на которой я монтирую правда на большую функцию нее когда есть доступ к интернету когда оффлайн то там несколько сокращенно вот это все и надо вручную какие-то фишки делать и шаблоны создавать заново и не те которые встроенные свои какие-то но я все-таки стараюсь делать что-то вот свои заставки если ты заметил там еще что-то переход конечно не умею делать если бы знала как их делать может кто-то знает какие-нибудь программы как благодаря которым можно сделать самой лично какой-нибудь переход я бы этим тоже занималась ну и музыка у меня видео соответственно тоже моя за редким исключением где-то но те видео это не сколько канал относились просто как вот надо было куда-то выложить потому что попросили я там по большей части периодически вырезаете левые дорожки уже монтажки youtube так вот благодаря этому планшету монтаж идет в разы быстрее поэтому я смогу намного быстрее намного меньше потратить времени на монтаж того что у меня копилось годами из-за того что очень много времени на винде уходила на монтаж у меня не всегда была возможность этим заняться что там еще я честно каюсь я забыла в этом году весной записать мои фавориты весны одежда и обувь сейчас как бы лето я постараюсь записать мои фавориты лето но наверное уже не в этот приезд я знаю что я много чего обещаю но забываю вы просто под этим видео не стесняйтесь пишите что не только вот лёня когда смр а ну про это тоже можете писать а что-то если вы меня просили там может какую-то тему обсудить на мунбанге во время еды может еще что-то это нереально просто запомнить даже если у меня где-то записанное все равно могу забыть ну все мы люди но если вы что-то просили давно ждете а я вот не пык не мы к выкладываю что-то не то что вы ожидали допустим дайте знать в комменты если вам там какие-то вопросы интересны и я на них по какой-то причине до сих пор еще не ответила можете просто список покидать я тоже запишу я помню был такой тег вопросы-ответы я еще писала но еще чё спасибо что подписываетесь подписывайтесь если еще не подписались если вам интересно не только видео вот я иногда говорю что в телеке там что-то пишу в инстаграме крайне редко покидаю меня как-то заходами то и кидаю туда то не кидаю то ссылочки на все соцсети где есть и где я более-менее появляются иногда появляюсь есть в инфобоксе если хотите что-то мне вот написать как пообщаться то можно это сделать телеграм если вас есть аккаунт и вконтакте просто вконтакте и телеграме было чаще чем допустим в инстаграму в фейсбуке мне как-то кто-то писал фейсбук с темы пообщаться я эти личные сообщения увидела спустя там года четыре что ли вообще просто я как-то не знала что вот этот вот кружочек на него можно тнуться это личное сообщение как-то было никс ни к чему в одноклассниках я тоже есть но я там крайне редко я туда чаще захожу чтобы репостнуть какой-нибудь обзорный сотрудничество по бартеру например сливаю заварку ну и ожидайте новых видео жмите на колокольчик включайте этот колокольчик на вашем девайсе и тогда вам будут капать уведомления у меня тоже включен колокольчик мне капают уведомления о том что мне кто-то что-то комментирует я на кого-то там подписано но они у меня висят закладках я даже не очень в курсе на кого я подписала нет на некоторых я подписалась и чтоб там пара человек с рецептами какой-то японец и какой-то русскоязычный блогер чтобы не искать по закладкам эти рецепты вот заюзу этот рецепт и наверное отпишусь от человека поэтому мне как бы не капает уведомления может просто я не жала на колокольчик у них поэтому мне не капает уведомление жижу ну что давай зрители эти покажу мед наверно он пришлогодний мед это из выдр медр мед с первой если у тебя зрители проблемы ну допустим анемия страдаешь ты ей белеют иногда вот пальцы рук у меня такое иногда бывает то вот мед с пиргой тебе самое то мне кстати обещали в прошлый мой приезд в играх выдать пирги в мину не знаем помнят или нет я завтра выдры еду будет прикольно если вы дадут я с тобой поем на камеру их и вот мое спонтанное совершенно не бьюти потому что волосы хоть у меня и высохли но как-то не до конца хотя и фенов посушила но я с бальзамом моё спонтанное поздравление вас тем что моему каналу моему видеоблогу моему видеоблогерству стало восемь лет хотя аккаунту чуть больше подошло к концу наверное надо было пораньше записать но я где-то до пол первого валялась кровати потому что меня вот как сюда приехала дико постоянно вырубается сейчас у нас 1637 я вставлю заставку концовку переходите потому что наверно там вот сколько она уже пишется тут где написано сколько на 23 минуты ну да там скорее всего может быть будет переходе к может и нет потому что какие-то файлы тут идут на 29 минут с хвостиком поставлю там это поддержи лёльку облачком там где-то будет спасибо за просмотр и выложу на канал всем спасибо кто осилил ставьте лайки дизлайки каменты пишите я всем по-любому поставлю сердечко без раненых еще вы там напишите ну и всем пока